Да, друзья, продолжаем создавать свою концепцию глэмпинга и понимать, что нам нужно еще, с чем определиться до того, как мы какие-либо действия по реальной, по созданию своего отеля, маленького такого виде глэмпинга, начали делать. Следующий, четвертый, наверное, пункт, до еще выбора участка, с чем нам нужно определиться, это с размером объекта и здесь же одновременно со способом управления. Почему это связано? Почему эти две вещи связаны? Размер объекта и способ управления. Чем больше объект, тем больше у вас есть кэш-потока для того, чтобы содержать полноценную управленческую команду. Чем более полная у вас команда и более профессиональная, а значит и более дорогая, соответственно, тем меньше будет требоваться вашего личного участия. Вот ключ какой. Часто, в пример, ставят небольшие глэмпинги на 10-15 палаток. Говорят, что там очень большая моржа, но при внимательном рассмотрении становится очевидным, что в этих глэмпингах собственник сам занимается управлением. Часто с женой, часто еще с детьми, уже взрослыми, занимается всем, что касается управления глэмпинга. И, по сути, доход этого собственника равен фонду заработной платы. То есть, он работает там, создал себе рабочее место. И когда у него возникает идея как-то отойти, он смотрит и понимает, что у него вот есть те деньги, которые он получается зарабатывать. Либо ему на эти деньги нанять управляющего тогда, что останется ему, либо продолжить этим заниматься самостоятельно. Поэтому, если вы понимаете, что вы хотите создать маленькие глэмпинги, а маленькие это там 10-15 палаток максимум, вы должны понимать, что для вас такой вот образ жизни. То есть, вы будете довольно сильно связаны с этим глэмпингом, по крайней мере, в сезон, когда у вас будет он качать, когда будет много гостей. Выход из этого какой может быть? Создать глэмпинг более высокого уровня, где больше моржа. Соответственно, нужно больше вложиться, получить больший уровень материально-технической базы. Да, при более высоком ценнике вы должны содержать и команду чуть больше, и более профессиональную. Но при этом, в целом, чем дороже сдается глэмпинг, тем в итоге больше моржа. И, соответственно, меньше палаток необходимо для того, чтобы этот глэмпинг приносил прибыль как бизнес. Да, и не был таким местом работы собственника. Вот, друзья, соответственно, такой глэмпинг, на который я бы советовал ориентироваться как на бизнес, начинается примерно от 25-30 палаток хотя бы. Вот это уже бизнес, который можно поставить на нереуправляющую компанию, команду, и заниматься этим как бизнесом. Конечно, присматривая, без вас ничего там крутиться не будет, но при этом не погружаясь глубоко в операционку. Один из вариантов решения этого вопроса – это партнерство. Партнерство. Что делать, если вы инвестор, но заниматься операционкой не хотите в долгую? И, как говорят многие, да, не, я точно буду заниматься операционкой, я все это создам, я все это построю, я еще год-два буду этим заниматься, чтобы все вошло в правильную колею, вот, а потом я не буду этим заниматься. Но это тоже иллюзия в маленьком глэмпинге, что все будет работать без вас. Здесь я бы рекомендовал запартнериться с кем-то, если вы сами еще раз не планируете заниматься этим постоянно, и вы планируете маленький глэмпинг, то я бы рекомендовал запартнериться. То есть вы, по сути, будете, например, выступать как такой инвестор деньгами или участком, например, или деньгами и участком. То есть вы таким, ну, можно сказать, спящий инвестор такой, да? А другой партнер, который непосредственно трудится постоянно и на этапе создания, и на этапе операционной деятельности, будет называться управляющий партнер. Это не значит, что он и есть управляющий, здесь нужно четко это разделять. Он принимает не стратегические решения, просто стратегически принимать его совместно, но все-таки решения принимает он. Заключает договоры, нанимает людей, вообще ведет этот бизнес, но при этом у бизнеса во время его деятельности операционной деятельности, может быть и управляющий, это нормально. То есть управляющий партнер и управляющий бизнесом на месте, каждый день операционно, это все-таки разные вещи. Когда этот управляющий партнера построит, он тоже теоретически может уйти на покой, но только если позволит, конечно, номерной фонд. Если он большой номерной фонд, то, пожалуйста, он уйдет. Если маленький, ему придется остаться тем самым человеком, который фактически создал себе рабочее место. Для инвестора это хорошо тем, что он может заниматься своими делами, понимая, что этот бизнес прикрыт этим управляющим партнером. А управляющим это хорошо, так как у него всегда есть некий финансовый тыл. В этой ситуации часто так встречается, что управляющий партнер, конечно, вкладывается с деньгами, но за счет того, что он вкладывается больше своим трудом, его доля больше, чем доля денег, которые он вложил. Так обычно определяется. В чем здесь может быть сложность в таком партнерстве? А сложность понимает в том, что не все понимают суть партнерства. Суть партнерства. Партнерство, вот если коротко, это владение долями в бизнесе со всеми вытекающими. Владение долями. Владение долей не продозревает какую-либо работу. Эти вещи надо разделять. Как договариваются обычно. Инвестор вкладывает деньги, управляющий вкладывает свое время. Или партнер А занимается, например, стройкой, партнер Б занимается маркетингом. Инвестор получает долю 70%, управляющий 30%. Но эти 30% уже на него оформлены, на этого управляющего, хотя он еще ничего не сделал. Например, все договорились, что он вкладывает только свое время, но не деньги. Он еще ничего не сделал. Он может в любой момент перестать работать, он может заболеть, может умереть, просто не захотеть дальше работать, и при этом он все еще будет владельцем. Что делать? Операционный договор можно заключить, опционный договор, по которому управляющему передается все большая доля по мере создания проекта. А вот после запуска проекта владельцы остаются владельцами. А вся работа должна идти через операционные функции в проекте. Просто вы должны понимать, что как только вы передали свою долю, этот человек теоретически может ничего не делать и заставить вы его не можете. Еще раз, суть партнерства во владении долями. Считается, что до создания проекта партнеры уже вложили либо труд, либо деньги, и теперь они просто владеют. То есть владение не означает управление. Чтобы вы не попали в такую распространенную ловушку управляющего партнера взяли и рассчитывайте, что он будет в дальнейшем постоянно управлять. Да, он будет присматривать. Он будет тот самый человек, на котором будет висеть весь груз разбора, принятия решения, найма. Вообще любой вопрос, который необходимо решить собственник, будет решать конкретно этот человек, а не вы. Если вы инвестор, а он управляющий партнер. Но это не означает, что он должен заниматься операционкой. Какие еще правила по партнерству важно знать, прежде чем договариваться? Важно понимать, что всегда должен быть старший партнер, который принимает решение. Если вы договариваетесь 50 на 50, извините, это буллшет, это не работает. Вы рано или поздно стартнетесь с тем, что один считает так, другой считает по-другому, и у вас тупик управленческий. Поэтому должен быть всегда старше. То есть минимум 51% должен быть у кого-то одного. Прежде чем вступить в брак, мы обычно флиртуем. Есть то же самое в партнерстве. Прежде чем партнериться с кем-то, я крайне рекомендую какую-то сделку вместе провести. Какой-то небольшой бизнес совместно создать. А какой-то договор. Может быть какой-то проект небольшой, такой двух, трех, четырех, пяти, шестимесячный создать. То есть как-то пофлиртовать по бизнесу с этим человеком, понять, сходитесь вы или нет, и только потом вступать такой долгосрочный проект как глэмпинг. Очень многие просто к партнерству соединились, вроде бы нравится, пообщались и вперед сложились. Нет, друзья, это очень часто приводит к тому, что в разные стороны люди мыслят. Это можно испытать только таким испытательным сроком, можно даже назвать. То есть попробовать какой-то проект сделать совместно до долгосрочного глэмпинга. Любые даже понятийные договоренности необходимо фиксировать на бумаге. Вот прям берете и пишете, понятийка, как угодно. Можно назвать. Это не юридический документ. Вы просто, и ничего страшного, если вы не юристы, вы договорились о чем-то, вот своим языком взяли и написали. Почему это важно? Потому что даже когда слово произнесено, любое одно слово, один его понял по-своему, другой по-своему, на основании каждого своего жизненного бэкграунда, опыта, понимания и так далее. Когда положено на бумагу, там появляются более четкие формулировки, почему еще на самом деле юристы не нужны для договоров. Они четко формулируют, они умеют четко формулировать. Но если даже вы юриста не привлекаете, в любом случае это не юридический документ, понятийное соглашение, вы все равно пишете это на бумагу для того, чтобы более четко сформулировать и для того, чтобы по прошествии времени не сформировалось совершенно у каждого из вас искаженное понимание ваших договоренностей. вы можете достать единый документ, который вы подписали, и сказать, слушай, Василий, ну вот же, ты подписал, написано так-то и так-то. Поэтому важно на бумагу все договоренности переложить. Еще один важный элемент партнерства – риски. Риски. Они делятся в соответствии с долями, вне зависимости от того, кто чем занимается. Даже если вы так решили, что один занимается маркетингом, другой занимается непосредственно операционным управлением или еще как-то по-другому, то есть у вас доли зафиксированные, и, например, возник риск, не знаю, нужно доплатить что-то, дофинансировать, например. Или, не дай бог, сгорела палатка, нужно новую заказать, или еще что-то такое. То все вот эти вот доходы и, соответственно, расходы, они всегда делятся в той пропорции, в которой доли распределены. Это тоже принцип партнерства. Риски делятся ровно в тех же долях. А это означает, что конкретно из кармана нужно достать столько денег, сколько надо, соответствующей твоей доле. Вот. И нужно сразу предусмотреть расставание. Как и в брачном договоре тоже, а что будем делать, если вдруг мы будем расставаться. Взрослые люди, даже если сейчас там все у вас замечательно, вы лучшие друзья, вот, кто будет знать, что будет через год два-три-четыре. Надо понимать про расставание одну очень простую вещь, что расставание – это исключительно процесс оценки стоимости активов и решения, кто у кого выкупает долю. Вот и все. По-другому не бывает. Глэмбик поделить как-то невозможно. Надо, первое, понять, сколько стоит ваш актив. Второе, у кого он останется, соответственно, кто у кого выкупает. Только про это. Соответственно, механизм комфортный вам, необходимо прописать. Либо сразу стоимость его указать, либо официальную, балансовую, либо обращение к третьей стороне. В общем, как. И сразу прописать, кто у кого выкупает. Если вы сразу об этом договоритесь, или хотя бы договоритесь в механизме определения этого, то вам будет проще, если такая ситуация не до Бог наступит, вам захочется расстаться. Это про партнерство. Дальше мы поговорим про непосредственно выбор участка. Выбор участка, друзья. Прежде чем его выбирать, необходимо создать для него ТЗ. Да, мы с вами концепцию создаем. Вы же записываете. Поэтому, если у вас партнер есть, или вы планируете его взять, можно прямо сейчас на паузу видео поставить, и пока свежо то, что я рассказал, записать ваши основные условия, какие, как вы видите, условия вашего партнерства с кем-либо еще. Поиск участка. Необходимо сделать себе ТЗ на поиск участка. Техническое задание. Значит, какая должна быть локация. Конечно, она сильно зависит от концепции, которую вы хотите создать. Есть, условно, глэмпинг, который находится недалеко от какой-то агломерации, какого-то города. И тогда, скорее всего, целевой аудиторией этого глэмпинга будут жители этого города, которые приезжают на выходные, на праздники и, там, реже, тем не менее, будут оставаться там на полный день, на отпуск будут приезжать. Вот. Это один глэмпинг, другой курортный, куда приезжают специально целенаправленно на неделю, на две и так далее. И такой экскурсионный назовем, это, как раз те самые, вот, Камчатка, Байкал, и все еще, Карелия и так далее. То есть, места, где Алтай, места, куда тоже приезжают в отпуск, но при этом часто меняют несколько локаций, потому что, вот, они перемещаются, ночуют там один, два, три дня в одном глэмпинге, потом в другом или базе отдыха и так далее. Просто это разные структуры и нужно понимать, значит, какой участок вы будете искать. Если мы говорим об участке, где целевая аудитория будет жителей города, то здесь необходимо определиться с расстоянием от города. Вот есть условно очень такие расстояния, когда от города ехать час, не больше часа, да, а от часа до полутора, максимум двух. Давай так, от часа до двух. Не по расстоянию, по километражу, она разная бывает, разные пробки, да, возможны. А именно ехать там от часа до двух. Например, если Москва там от 60 до 100 километров примерно соответствует, то это значит, в этом месте находится, ну, скажем так, 20 процентов, наверное, всех там загородных отелей, глэмпингов и так далее. Небольшая часть. Дальше больше двух часов находится, или меньше, меньше одного часа, пардон, меньше одного часа, значит, езды находится 70 процентов всех бас отдыха и, соответственно, глэмпингов. Почему это важно? Потому что приезжают на одну ночь, на две ночи, максимума три ночи, да, и если ехать больше двух часов, даже если больше часа, то, соответственно, там вероятность того, что они приедут туда на одну-две ночи снижается. Совсем близко от Москвы, ну, от любого города, это не очень, на самом деле, хорошо, потому что люди уже не так воспринимают это как эко-отдых, не так воспринимают, что они там будут дышать свежим воздухом, да, не так воспринимают, что они уехали далеко от дома и переключились. Но здесь может быть другой плюс, это уже место такое, которое может работать больше как ресторан, чем как глэмпинг. Если у вас там будет кафе, бани, развлечения, да, это может работать такой загородный рекреационный проект, куда горожане выезжают на выходной в течение одного дня, то есть с утра до вечера, без ночевки, да, вот я бы обратил внимание на такой способ заработка тогда, если у вас очень близко от города. Вот, если очень далеко от города, то вы должны понимать, что, значит, основой вашего, вашей целевой аудитории будут те, кто приедет в отпуск фактически, то есть час-два, это чаще всего на выходные, и при этом их будет гораздо больше по количеству, чем тех, которые приедут в отпуск после, чем те глэмпинг, которые находятся далеко от города. Дальше, значит, юридическая часть, юридическая часть. Это очень непросто, потому что такого правого понятия как глэмпинг сейчас нет в стране у нас. Вот, и, значит, самый такой правильный ври, ври – это вариант разрешенного использования, самый правильный для занятия гостиничным бизнесом и для глэмпинга тоже – это две категории. первое – это 4.7 гостиничное обслуживание и 5.2.1 туристическое обслуживание. Это вот самое понятное. Если вы это увидели или поняли, что есть возможность перевести в эти ври, то, соответственно, надо этот участок брать. Он чаще всего, конечно, будет дороже, но не будет проблем с согласованием. Все остальное – лесфонд, ОПТ, сельхозки сейчас даже не говорю, это сложнее согласовать, но тоже все возможно, придется повозиться. Вообще, я крайне рекомендую брать юриста, если у вас не 4.7 или 5.2.1. Я крайне рекомендую брать юриста для того, чтобы он сделал заключение о возможности организации на этом участке глэмпинга или о какой-то схеме процедуры, как можно перевести в правильную ври. Без юриста здесь разобраться вам будет крайне тяжело. Что важно в участке? Важно окружение его и виды, которые открываются. Вообще, смотрите, чтобы вы понимали, ради чего приезжают глэмпинг. Приезжают ради природы. Еще более это важно, нежели для загородного отеля. Что такое природа для городского жителя? Это лес, это вода и горы. Лес, вода и горы. Именно в таком порядке. Поэтому глэмпинг чисто в поле – это скорее исключение. Должен быть какой-то лес. Не просто рядом, а на территории. Там должно быть уютно. Летом должна быть тень. Должны какие-то красивые виды открываться именно на лес. Вода. Крайне важно, чтобы она была на участке. Речушка идет, озеро, водохранилище. Либо на участке, либо участок граничится с каким-то водным объектом. Это критически важно. Потому что это составляющая природы. И желательно, чтобы еще были… Ну, горы – это условно, не везде это возможно. Какая-то пересеченная местность, вид открывающийся вдаль. То есть, вы находитесь на холме, и ты просыпаешься из палатки и видишь нечто, открывающиеся какой-то панорамы. Это вообще идеальный вариант. У тебя есть лес, есть какая-то речушка или озеро, еще и панорама. Но именно в таком порядке важен прежде всего лес, потом вода, потом вот эти вот открывающиеся панорамы. Окружение – это не только открывающиеся виды. Это и, в принципе, что находится рядом. Например, если рядом деревня, в принципе, неплохо, если ее особо не видно. Но поймите, что в деревне такие звуки всегда. Там петухи, собаки, какие-то бензопилы работающие, газонокосилки и так далее. Все какой-то такой вот шум бытовой, который довольно, ну, конечно, не нравится гостям. Вот. Я же молчу про какую-то застройку такую некрасивую, там промышленную и так далее. Конечно, это важно для глэмпинга, чтобы была максимальная природа, еще более важная, чем просто для загородного отеля. Важно, чтобы подходила дорога, потому что дорогу построить довольно дорого. Вот. И с коммуникацией, на самом деле, важно, чтобы можно было провести электричество. все остальные коммуникации можно сделать автономными. Вот это ТЗ. Да, друзья, просьба сейчас остановить видео, взять ручку, бумагу и, значит, записать требования к своему участку. То есть техническое задание, по которому вы будете искать свой участок. Друзья, финальная часть нашего разбора. Мы уже подошли к тому, что такое концепция непосредственно отеля. Вот мы с вами к ней пока только готовились к этой концепции, да, прописывали ее такие основополагающие элементы, определяющие вашу концепцию. Вот. Сейчас мы подойдем к разбору, что это такое, ну, чуть больше подробно. Конечно, вот за там полчаса, там, или даже меньше оставшихся, я не могу полностью рассказать, что за концепция, как ее создавать. Вы знаете, я к концепции отношусь вот на Западе, к которому мы, конечно, должны в каком-то мере брать пример, есть понимание, что концепция создания какого-либо проекта, бизнес-проекта, на нее нужно уходить минимум в год. То есть это важнее этапа быть не может. Именно здесь определяются все основные решения, вот, которые вы потом с трудом или вообще, если сможете изменить. Вот, поэтому переоценить этап создания концепции просто невозможно. Из чего она состоит? Она состоит в основном из трех составляющих. Маркетинговое исследование, мастер-план территории и финансовая модель. Это вот ее, непосредственно, такие бумажные части, разделы. Что влияет на нее? Вот на каждый из этих разделов влияют вот следующие факторы. Влияет рынок. Вы исследуете его в маркетинговом исследовании. Спрос, предложение, баланс, что в этом регионе больше востребовано, чего хотят гости, чего не хватает гостям, сколько готовы платить, какой будет средний чек, что они ожидают на территории увидеть и так далее. То есть, какой у них спрос на какой продукт и так далее. Потенциал участка рекреационный. Что может дать этот участок? Ваши пожелания. Это очень важно. Как минимум то, с чего мы начали. Ваша красивая картинка, которую вы в себе в голове вообразили, о том, как вы видите этот проект. Вот это вот и есть ваше пожелание и ваша самая нематериальная мотивация. Ну, если вы делаете с каким-то консультантом этот проект, то, конечно, его опыт – это важнейшая составляющая часть всей концепции. Значит, маркетинг. Из чего состоит? Если вы решили сами заняться маркетингом исследования, просто расскажу, какие основные его моменты. Это анализ предложений. Это то, что, наверное, всем понятно. Просто исследовать, что есть вокруг. Какие у вас есть конкуренты? Что они предлагают? Я советую заехать в каждый из них. В идеале познакомиться с инвестором, владельцем. Я всегда любил дружить со своими конкурентами. Честно можно сказать, что вы собираетесь, значит, такой же, ну, не такой же, вы собираетесь тоже на этом рынке работать. Можете не говорить, если не хотите. Но понять, пожить в этих глэмпингах и понять, что есть на рынке. Анализ спроса. Вот это сложнее уже вам сделать самостоятельно анализ спроса, потому что, ну, это как можно его проанализировать? Здесь много механик, конечно, я вам все их не могу передать. Вбивайте в Яндекс, в Гугл, смотрите в Wordstat, сколько запросов на отдых, на глэмпинг в этом регионе. Сколько людей сюда едут? Смотрите какую-то государственную статистику. Сколько людей сюда едут? Что это за люди? Как они делятся? Ну, собирайте прямо в интернете, вбивайте. Статистика, там спрос на туристические услуги, на глэмпинге, сколько люди тратят на это. Прям такие запросы вбивайте, и так или иначе вы поймете динамику спроса. Дальше вы составляете баланс спроса предложения. Вы поняли, что есть на рынке, вы поняли, какой есть спрос. И, соединив их, вы увидели, на что спрос есть, а предложения нет. Вот в это и нужно идти. Ну, например, есть спрос, там, я не знаю, на рыбалку. Вы это увидели. Но при этом нет таких вот глэмпиков, которые на этом специализируются. Или есть спрос на йогу, или на спа-услуги. Ну, вы поняли, на какую-то там конкретную тематику. А этого предложения нет. Вот самый лучший способ идти именно туда. Ну и, соответственно, вы создаете рекомендации. Да, маркетинговое исследование, на самом деле, создается без участка. То есть понимание локации есть, но при этом участок не обязательно должен фигурировать у маркетолога. Да, ну и у вас, как маркетологу, в данном случае. Поэтому рекомендации создаются не для того, не для расположения, значит, необходимых элементов на конкретном участке, а просто, что будет востребовано на этом рынке. Вот какие рекомендации здесь должны быть. Мастер-план. Мастер-план – это, наверное, самое важное. Да, вот прямо из всей концепты, из всех трех составляющих, самое важное – это создание мастер-плана. Обычно состоит из схемы генплана, схемы транспортных пешеходных потоков, так, чтобы не было понятно, не разделялись служебные, гостевые потоки и так далее. Состоит из схемы, сводной схемы инженерных сетей, из неких референсов, какой будет стиль в итоге, и основных тэпов. Тэпы – это технико-экономические параметры. Мастер-план – это основа, где что будет стоять. И вот как расставить все элементы инфраструктуры – это очень большое искусство. Я этому посвятил свою жизнь. Я занимаюсь в основном вот этим, как правильно, грамотно расставлять элементы на базе отдыха, на глэмпингах. Так, чтобы это удобно было обслуживать, так, чтобы никто никому не мешал, так, чтобы это было не слишком далеко идти, потому что люди не любят далеко ходить, не слишком близко, чтобы люди другу не мешали, да, ну и так далее. Много элементов расставить в каком-то грамотном порядке на заданной территории, заданными видами и так далее. Мастер-план – вот пример, как выглядит мастер-план. Это глэмпинг с будущим развитием. Вот это вот участок слева под развитие. Вот это разные палатки, да, значит, это такое центральное административное здание с кафе, с баром и так далее. Это пляж. Глэмпинг находится на Азовском море. Ну и вот еще один элемент этого мастер-плана – схема инженерных сетей. Как раз откуда происходит забор, где будут точки подключения, как пойдут линии. Это фактически такое ТЗ для инженеров в дальнейшем, для разработки полноценного генерального плана. Вот. И финансовая модель, друзья. Финансовая модель, это, по сути, она состоит из четырех составляющих. Это капитальные затраты, бюджет ваш, прогноз доходов, прогноз расходов и инвестиционные показатели. Инвестиционные показатели – это вот ERR, KPI, период окупаемости, самый простой инвестиционный показатель. То есть, то, что вы будете показывать инвесторам, как индикаторы вашего проекта, финансовые индикаторы. Финансовая модель. Вот, кстати, у меня есть целое выступление, по-моему, даже на Ютюбе, или, может, здесь будут организаторы сделают, как создать финансовую модель своего глэмпинга, потому что это очень большой вопрос. Но если коротко, то это вот такие вот разделы. Эскизный проект, да, это уже больше относится, конечно, к базе отдыха, но при этом если у вас глэмпинги состоят не только из палаток, но они состоят из каких-то строений, кафе, административное здание, здание проката, баньки, там, может, какие-то залы для йоги и так далее, то возникает необходимость сделать эскизные проекты. Это что? Это, по сути, ну, помимо схемы генплана, это планы этажей, то есть планировка некого здания, фасады визуализации, разрезы этих фасадов, да. Вот, как в качестве примера приведу, это такое простое кафе одновременно с ресепшеном в глэмпинге и с кухней общественной, да, вот планировка и такая визуализация. Вот. Это вот и есть эскизный проект, который вам необходимо создать, привлекая, конечно, архитектора, который на этом специализируется. Если есть строения, которые необходимо прям проектировать, на которые необходимо получать разрешение на строительство, разрешение строительства, вам необходимо получать при, ну, в экспертизу вам необходимо подавать стадию П, если у вас будет строение больше полутора тысяч квадратных метров, да, или больше, там, чем два этажа, тогда необходимо экспертизу проводить. Но стадию П в любом случае вам необходимо пройти на каждое строение, да. Это включает в себя инженерное изыскание, вот расчет нагрузок, и большой-большой, там, двенадцать разделов, такой большой объем документации по проекту. Просто я вам это как качество дорожной карты показываю, возможно, вам это не будет иметь отношения, потому что глэмпинг часто пропускают вообще эту стадию, там нечего, по сути, проектировать. Development. Это вещь такая, это не какой-то один элемент в хронологическом порядке создания глэмпинга, да, для любого проекта. Это такая вещь, которая, ну, идет постоянно с самого начала идеи. Все, что мы с вами сейчас делаем, на самом деле, это девелопмент. С начала идеи и до открытия это все девелопмент, да. Но девелопмент это и, значит, юридические моменты, типа изменения категории в ри земельного участка, да, всевозможные согласовательные процедуры, подключение, там, получение технических условий на подключение к сетям, проектирование этот девелопмент, получение ГПЗУ, генеральный план земельного участка, он важен, потому что в нем все ограничения по этому участку будут заложены, которые необходимо будут проектировщику. Вот. Разрешение на строительство, оформление, в общем, все согласовательные процедуры, это все девелопмент. И чуть дальше вы поймете, почему на этом я акцент сделал. Дизайн-проект. Опять же, если есть у вас строение, то вам понадобится дизайнер, который сделает дизайн интерьеров. Вот. Во-первых, вы увидите, как это будет выглядеть в будущем, получите картинку. Во-вторых, у вас будет такая спецификация, чтобы вы могли пойти и покупать то, что вам дизайнер запроектировал. Или вы вместе с дизайнером, да. Дизайн-проект, по сути, начинается с обмеров, если есть что обмерять. Если нет, то, конечно, их не нужно делать. Вот. Он использует ту планировку, которую дал ему архитектор. Он выдает вам стилистическое решение того будущего интерьера. Вот. Потом он визуализирует такие 3D-картинки красивые. Делает рабочую документацию, фактически, для строителей, которые будут отдельно с этими работами заниматься. И создает спецификацию всех, значит, товаров. Вот я покажу на примере модулей. Вот планировочное решение жилых модулей. Вот. Вот визуализация интерьеров. И вот такая спецификация, где подробно расписано, что необходимо приобрести. Сколько там даже стоит, да, по-хорошему, со сметой сразу. И дальше, после того, как все эти разделы готовы, если у вас большой проект, вы заказываете у проектировщика рабочую документацию. Не будем сейчас останавливаться, потому что это глэмпинг, скорее всего, у вас ее не будет. В любом случае, даже если у вас будет глэмпинг, вы не минуете стадию строительства. И в этой стройке, да, важно понимать, кого вы, какие роли у вас есть. Потому что если вы не привлечете или не распределите эти роли по своей команде, то все эти роли будете выполнять лично вы. Значит, инвестор, у него своя задача, да, он достает деньги, он грамотно их там распределяет, значит, отвечает перед соинвесторами за финансирование. У него свои задачи есть. Девелопер отвечает, вот мы говорили, про все заведения проекта, про согласовательные процедуры всевозможные. Техзаказчик – это такой переводчик с языка инвестора на язык проектировщиков, если коротко, да, он берет понимание, то есть концепцию проекта и нанимает проектировщиков, нанимает изыскательные компании, которые занимаются изысканиями для того, чтобы они дали исходные данные. Генподрядчик, кто строит, значит, проектировщик проектирует и ведет авторский надзор во время строительства. Строительный контроль, кстати говоря, и авторский надзор – это совершенно разные вещи, то есть отдельно может, конечно, техзаказчик осуществлять строительный контроль, но лучше, когда это делает отдельный там человек, в вашем случае, или в больших проектах организация. И поставщики всевозможных материалов, оборудования и так далее. Вот это разные роли, чтобы вы понимали, их необходимо желательно дать разным людям, потому что чем там крупнее, чем больше объект, тем больше работы по каждой из этой функций. Вот, и вы просто зашьетесь, или качественно не выполните каждую из этой функций. Комплектация – тоже такой немаленький процесс, и лучше выделить там, ну, не обязательно прям отдельного человека, да, но кому-то назначить эту функцию по комплектации. Вот, эта работа совместно с дизайнером обычно идет, ну, такая финальная стадия перед открытием глэмпинга. Предзапуск тогда еще, вы только условно на друзьях или на своих сотрудниках тренируетесь, они там живут, проверяют, все ли работает, все ли открывается, да, ничего ли не скрипит. Вот, технический запуск – это все, вы уже можете приглашать каких-то гостей, или там прессу, например, часто, или агентство приглашаете, и гранд опенинг – это такой полноценный запуск, когда уже приезжают коммерческие гости. Итак, друзья, вот сейчас перед вами финально вся дорожная карта, вся дорожная карта по созданию вами глэмпинга. Вы теперь понимаете, как это все можно проходить, да, что вас ждет очень коротко, там, в дальнейшем по курсу более подробно вам расскажут по каждому элементу глэмпинга, может быть, по каждому разделу этой дорожной карты. Но я надеюсь, задачу свою выполнил, я вам дал понятие, понимание того, что вас ждет, да, какие обязательные пункты вам нужно пройти и о чем нужно подумать сейчас, друзья. Вот самое важное, о чем подумать сейчас, надеюсь, вы записывали ответы на вопросы, вот, и у вас уже такая сформировалась мини-концепция, что вы собираетесь создать, почему вы это собираетесь создать, да. И вы уже с большим, у вас есть техническое задание на поиск участка, и вы с большей осознанностью начинаете дальше учиться на этом курсе и подыскивать себе участок, может быть, подыскивать партнера и так далее. Чем я могу помочь в этом вашем пути? Ну, во-первых, я занимаюсь консалтингом, да, то есть конкретный какой-то вопрос, или разбор вашего мастер-плана, или, там, понимание, какая здесь у меня должна быть целевая аудитория. А вот в этом регионе, Антон, что посоветуешь, то есть я могу здесь, ну, на платной уже основе заняться консалтингом. Я создаю бизнес-концепции, вот те самые концепции, о которых я вкратце рассказал, да, это такие большие документы, я их создаю со своей командой, вот эти могут быть вам полезными. Также занимаюсь проектированием, делаю мастер-планы, создаю архитектуру и дизайн интерьеров. Вот, друзья, надеюсь, вам было интересно, вот, познавательно. Вот я желаю вам больших-больших успехов на этом нелегком, но очень интересном пути создания своего собственного глэмпинга. Удачи вам!